Дневник депутата Дневник депутата Дневник депутата Дневник депутата Дневник депутата Дневник депутата кто в отпуске. Часть депутатов, но большая часть депутатов НЕФ присутствовала на этих консультациях. Значит, в результате нашей консультации была озвучена одна кандидатура. Значит, мы включаем в список для голосования Голубева Алексея Викторовича. Еще одной позицией список кандидатов все-таки пополнился. В него был предложен Игорь Кузнецов. Поскольку в этом созыве я первый, кто воздержался по одному из протокольных вопросов, то, собственно, решил воздержаться и на ключевом моменте при выборах главы города. Но так случилось, что моего мнения никто и не спросил. Сначала за Голубева проголосовало 27 человек, потом за Кузнецова проголосовало 2 человека, а потом комиссия убежала считать голоса. Несмотря на кризисные явления, в стране не было принято решение сокращения количества заместителей думского председателя, работающих в Думе на постоянной основе, то есть за зарплату. Одного из замов выбрали в тот же день. 30 народных избранников проголосовали за Александра Тихонова. На вопрос о том, когда же будет избран второй зам, прозвучал уклончивый ответ главы города. Позже. Конкурс на замещение должности главы городской администрации Думу назначила на 6 ноября. Позже стало известно, что исполняющим обязанности главы городской администрации на переходный период назначен председатель КУМИ Владимир Луциков. Каждый депутат должен признать свои ошибки. Я свою ошибку признаю. То есть я ожидал демократической феерии, просто острых моментов, прохода различных решений на уровне 51%. На самом деле сегодня депутаты голосовали практически за все единогласно. Хотел бы сказать еще об одной своей ошибке. Я посчитал, что уже готово решение о том, чтобы сократить количество заместителей главы города до одного. На самом деле нет, их оставили двое. До 15 октября должны быть сформированы комитеты. То есть надо будет подать заявку, в какие из комитетов какой депутат хочет войти. Лично я планирую войти в плановый бюджетный комитет и по городскому хозяйству. Пойду работать на благо города. Ты ушел. Ну а у нас сегодня 13 вопросов, по которым мы должны принять решение. Что я ожидаю от этого? Спасибо. Где 14? А, вон как. Ну ладно, хорошо. Чего? А можно тебя ударить? Ну потому что задрал, действительно. Я так думаю, нас ожидают буквально... Ты перестань ты ржать, сволочь!